Приветствую всех зрителей моего канала, меня зовут Марина, и сегодня мы с вами будем смотреть очень интересную вещь. Сегодня мы с вами будем смотреть набор по авторской схеме от Катерины Бесперстовой. Я вчера получила этот набор, и как вы можете видеть, он у меня еще в первозданном виде, я его еще не распаковывала, потому что я просто не смогла распаковать такую красоту без вас, поэтому я вот полдня мучилась, и наконец-то мы сейчас с вами его откроем, такая красивая подарочная бумага, и заклеено это все, видите, вот такими вот наклеечками с именем автора, с именем и с таким логотипом, видите, как все продумано, и сейчас постараюсь как-нибудь поаккуратнее его открыть, я не знаю, что у меня из этого получится, но сейчас будем пробовать. А нет, смотрите, даже хорошо отклеивается. Так, ладно, сейчас распакуем. Вот, добрались мы до набора, и смотрите, это у нас артикул АМ0001, называется Прованс, и посмотрите, какая красивая будет картина. Такое лавандовое поле, велосипед, французский дизайн, мне кажется. И смотрим информацию, размер будет у нас 110 на 150 крестиков, 40 цветов. В набор входят канва Цвайгард, клопковая мулене ДМС, черно-белая символьная схема, иголка, дизайнер Катерина Бесперстова и имейл. Все это в таком достаточно приятном на ощупь, ну, шуршащем пакетике. Вот, как мы видим, это выглядит сзади. Ух ты! Мне очень нравится органайзер, нравится, как номера подписаны. Видите, то есть у нас не в ключе как-то это все, прям номера на органайзере, не 1, 2, 3, знаете, а вот прямо номер мулене и подвешена ниточка. Очень удобно будет потом разбирать остатки после того, как мы... Ух ты! Да здесь же у нас не канва, слышите, когда я читала вот это вот канва Цвайгард, я про себя подумала так. Канва это, конечно, все здорово, на скрине у нас здесь именно канва, я не знаю, насколько вам сейчас... А, нет, на скрине у нас тоже равномерка. Да? И в составе у нас тоже идет равномерка. Ну что, давайте распакуем, здесь тоже наклеечка с именем автора, давайте распакуем и посмотрим, что же у нас внутри. И равномерка, это, конечно, наклеечку придется порвать. Я думаю, она здесь играет роль пломбы, потому что вот на бумаге оно хорошо отклеивалось, а здесь оно бы не отклеилось, то есть ее пришлось порвать. То есть вы видите, что никто до вас ваш набор не распаковывал. Ну что, достаем содержимое, оно перестает бликовать, переворачиваем. Ой, вылетела у нас отсюда визитка автора. Мы можем посмотреть. Так, и давайте уже рассмотрим поближе дизайн без особых бликов от пакетика. Но что-то мне подсказывает, да, это скрин на обложке, то есть у нас на обложке не отшив. Так что все это будет, я думаю, менее пиксельно и более красиво в отшиве. Но я только что зашла в группу ВКонтакте, там есть отшивы, целый альбом с отшивами, отдельно альбом с оформленными работами, и с вышитыми, но не оформленными. И там есть отшив вот этой вот работы. Я вам оставлю ссылку прямо на него под видео. Не хочу вставлять видео, авторские права, все дела. Я не спрашивала у автора, можно ли ее работу показывать. Но да, как я предполагала, отшив, конечно, выглядит лучше, чем скрин. Но скрин дает нам представление о том, как это все будет выглядеть. Так, что у нас дальше? Дальше у нас идет схема. Так, давайте покажу вам, наверное, какой-то вот такой вот кусочек небольшой. Схема, как и писалась на обложке. У нас черно-белая символьная схема, достаточно крупная. Я бы даже сказала, что мой любимый размер. Не мелкая и не прям такая крупная, знаете, как в наборах Лука Эс. Что склеить всю схему, застелить большую комнату. Здесь не так, но очень хорошо. То есть удобно будет зачеркивать. Я зачеркиваю маркером, будет прямо то, что нужно. И вы можете видеть, есть переход в целых 5 клеточек на соседний лист. Это тоже очень здорово. Видите, вот по всем страницам этот переход есть. Очень классно. Схема у нас напечатана на достаточно плотной бумаге. Что сама схема, что ключ. То есть это не обычная такая бумага, как мы привыкли. Она такая прям плотненькая. Хорошо, мне кажется, даже марки не будут сильно пропечатываться на обратную сторону. Тут мы видим дизайнер по иллюстрации Анастасии Моревой. Инструкция и ключ для дизайна Прованс. Размер 110 на 150 крестиков. Идет ключ в кресте. Тут у нас идет полукрест. Бэкстич. Бэкстич всего двух цветов. И бэкстич у нас тут, судя по всему, я только что просмотрела по схеме. Бэкстич у нас здесь это только велосипед и корзинка. И вот совсем чуть-чуть в траве, видите, вот эти вот какие-то цветочки. И также вот написано, что затемненные блоки показывают перекрещенные стишки. То есть следующую страницу. И также информация с просьбой не распространять схему, оставлять ссылку на автора и высылать фотографии готовых работ. Так, со схемой, в общем-то, мы разобрались. Такая действительно классная плотная бумага. Так, тут еще открыточка. Ух ты! Такая красивая открытка. Кстати, тоже автор иллюстрации Екатерины Бесперстова. Здорово! И здесь у нас органайзеры, ткань и иголка. Иголка с позолоченным ушком. Сейчас мы как-нибудь ее так вот сюда заколем, чтобы она не мешала нам развернуть ткань. Так, ну ткань такая достаточно большая. Да, такая ткань действительно большая. Я, если честно, ожидала, что меньше. Но, возможно, здесь будут большие запасы. Не знаю, посмотрим. Вот единственное, что жаль, что не написано, что это у нас за ткань. Здесь написано просто «Конватсвайгард». А это я даже не знаю, что это за ткань. Я уточню. У Катерины напишу здесь сейчас вам где-то на видео, что за ткань идет в этом наборе. Ну, такая очень приятная, достаточно крупная равномерка. Не знаю. Мне кажется, что Линда 27-я, скорее всего. Но я уточню у автора. И органайзеры. Смотрим. Красота! Какие красивые вот эти вот фиолетовые, такие лавандовые цвета. Ого! Тут у нас аж 4 органайзера. Очень мне нравится, как это все в одной стилистике продумано. Посмотрите, вот обложка набора и органайзеры. Посмотрите, как все красиво смотрится. Очень многим производителям этого не хватает. Я уже когда-то тоже рассказывала, что может быть такой классный дизайн. Органайзеры там лежат, знаете, обычные DMC. Вот эти вот синенькие, такие стандартные, которые можно купить. А тут действительно все в одной стилистике. Очень здорово продумано. Это у нас картон. Картон средней плотности. Не прям такой дубовый-дубовый. Но мне кажется, что вышивку одной работы точно должен пережить. Ничего с ним не случится. Петельками у нас здесь закреплены нитки. Подписаны по нумерации DMC. Как я уже говорила. Каких-то больше, каких-то меньше. Сейчас, кстати, с вами посмотрим, досмотрим до конца и посмотрим на длину. Тут какой-то вообще, посмотрите, одна пасмочка лежит. Но, очевидно, очень мало понадобится этого цвета. Вот 906-й какой красивенный. Ух ты! И вот этот вот 3766. Это куда ты у нас идешь? 3766. А ну-ка. Скорее всего, вот сюда вот в небо, да. Класс. Опять же, смотрите. Такое, вот типути, маленькие совсем по одной пасмочке. Очевидно, этих цветов вообще там пару крестиков будет надо. Так, давайте с вами, наверное, померяем, сколько у нас длина, какая у нас длина ниточки. Давайте отвяжем одну пасмочку и посмотрим. Так, и смотрим. Нитки у нас ровно метровые. Ровно метр. Тут просто две, как две пасмочки. Ровно метровые у нас нитки. Ну, в общем-то, я так и предполагала, это логично, чтобы нитки все нарезать по метру. Я сама всегда так делаю, когда сама организовываю какие-то подборы. Так, сейчас повесим назад. Единственное, что я, когда вышиваю, я обычно петельки делаю в другую сторону. Я всегда делаю вот таким вот образом. Здесь наоборот. Но я видела, что во многих наборах почему-то вот тоже наоборот. Я не могу привыкнуть к такому варианту, поэтому я всегда делаю вот так. И вот отсюда, из этого переплетения, вытягиваю ниточку. Ну, это мои какие-то личные странности. Оттенки, конечно, сплошной восторг. Очень жаль, что попал ко мне этот набор только в середине августа. Скорее всего, этим летом я его уже вышивать не возьмусь. Все-таки тематика у нас такая даже не весенняя, вот именно летняя. Может быть, к следующему лету буду его вышивать. Но, конечно, очень интересно. Я просмотрела только что схему. С большим удовольствием за него взялась сейчас. Но, к сожалению, сейчас я себе уже понастраивала планов. Но, конечно, картина будет очень красивая. Если мне не изменяет память, я никогда не вышивала дизайн Катерины Бесперстовой. Я вышивала когда-то из журнала все рукоделие что-то, но не припоминаю, чтобы именно ее какие-то сюжеты. Так что это будет мой первый такой опыт. Очень интересно. У меня подруга вышивала качели ее. Я наблюдала вот эту вот картину. Сейчас вам покажу. Так что будет это все очень интересно. Я оставлю вам ссылку, опять же, на группу дизайнера, на вот этот вот отшив этого лавандового поля, чтобы вы могли посмотреть, как это все выглядит. И напишите, пожалуйста, в комментариях, вышивали ли вы когда-то схемы или по наборам Катерины Бесперстовой, как вам, что вам понравилось. Я думаю, что и мне, и автору будет очень интересно почитать ваши впечатления. Все. Спасибо всем большое за внимание. Удачи вам и творческих успехов. Пока.